Кредит размером в 1 миллиард. В феврале Нинецкий округ снова возьмет взаймы. На такие меры администрация региона идет для того, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование госучреждений. Кроме того, власти НАУ рассчитывают получить бюджетный кредит, который обойдется региону намного дешевле коммерческого. Параллельно финансисты округа продолжают искать пути оптимизации расходов. Начали, как говорится, с себя. В прошлом году финансирование органов госвласти уменьшилось на 7%. В планах на текущий год не менее 15%. Об этом представителям СМИ сообщили на пресс-конференции Департамента финансов и экономики региона. На общем фоне экономических потрясений, которые коснулись без преувеличения всей страны, Нинецкий округ оказался одним из тех регионов, которому не повезло больше всех. Зависимость от углеводородов, которая еще полтора года назад казалась рогом изобилия, сегодня стала для нефтяных регионов первопричиной дыр в бюджетах. Ситуация в стране очень сложная, поэтому это очень серьезно отражается и на нашем бюджете, поскольку зависимость доходов окруженного бюджета от нефтедобывающей отрасли составляет доходы нефтянки 90%. Естественно, что мы, когда планировали бюджет, исходя из 50 долларов за баррель, оказалось сейчас 30. Это очень влияет, и у нас есть риски выпадения доходов. В зону риска попадают более 4 миллиардов рублей. 3 миллиарда 600 миллионов округ может недополучить от Харьягинского СРП. Такой сценарий власти региона, конечно, просчитывают с надеждой на то, что этого не произойдет. А пока финансисты региона готовят подушку безопасности. В феврале округ возьмет 1 миллиард кредитом, который планировали выбрать еще в декабре, а затем начнет торговать еще несколько. Параллельно Департамент финансов начал очень сложную процедуру по возможности привлечения бюджетного кредита под выпадающие доходы. Мы сейчас оптимизируем все, что можно, потому что это будет одними из условий. Соглашение на кредиты бюджетные – это очень сложное соглашение. Я пообщалась с другими субъектами. Это, во-первых, соблюдение нормативы на содержание органов госвластия, что, в принципе, у нас достаточно раздут аппарат управления. И это все мы сейчас, если мы в прошлом году начали делать, то будем продолжать делать с тем, чтобы нам, так сказать, выйти на нормальное финансирование в этом году. Разница между коммерческим и бюджетным кредитом существенная, поясняют финансисты. От этого и сложность в его получении. Обслуживание кредита Минфина обойдется округу меньше, чем в 1%, против 12% ВТБ. К примеру, только в этом году на обслуживание госдолга в бюджете округа заложено 620 миллионов. В ситуации с бюджетным кредитом эта сумма может быть в 10 раз меньше. Но пока этот кредит только в планах, Департамент финансов продолжает работу по оптимизации расходов. Под контроль межведомственной комиссии по оптимизации попали все закупки, поскольку власти отдают себе отчёт в том, что не по всем контрактам они смогут выполнить свои обязательства. Кроме этого, активно используются и другие формы оптимизации. Это аутсорсинг услуг. Первый у нас сейчас выходит на конкурс аутсорсинг питания по Каратайской школе. Следующим мы планируем выдать на аутсорсинг клининговые услуги, это уборка помещений в школах. Меры по внедрению системы аутсорсинга дадут положительный эффект, отметила Татьяна Лагвиненко, появится здоровая конкуренция в малом бизнесе.